Привет, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, который ведет китайскую империю к процветанию в Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm на последнем уровне сложности Божество. 20 цивилизаций на карте Озера, и это уже, по-моему, то ли 9-я, то ли 10-я серия. Подзабыл немного, но если вы пропустили первые серии, то рекомендую перейти к самому началу. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А спонсоры канала, кстати, спасибо им за поддержку, видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну что ж, пора завершить завоевание Польши, я думаю. Вот сейчас надо взять Варшаву. Так, тут заодно забираем рабочих. Легницу мы вообще не будем трогать, я думаю. Она сама отвалится постепенно под влияние. Ну или Кри их захватит, не знаю. Тут у нас Родом, по-моему. Тарнуф, Тарнуф. А тут где-то Родом должен, да. Да, вот тут Родом где-то есть. Я еще Люблин заберу. И на этом можно будет завершать. Что-то в стрельцов и пикинеров Польшу ударилось, но поздновато, прямо скажем. Так. Давайте добивать, наверное, стрельца и пикинера, потом по Варшаве. И, наверное, должны захватывать ее. Ага. Так, Варшава вернулась в Лона. Ну, тут Акведук надо в любом случае строить. Только сначала давайте амбар, монумент и амбар починим. И потом приступим за Акведук. Так, меня вот волнует, все-таки она отваливается, да? Ну, минус 2,9. Посмотрим. Посмотрим, как дальше будет. Так, этот город сохраняем. Ну, пока, пока иду в героический век. Так, давайте мы плав этих кавалерийские всякие юниты отправим на исследование зарубежных территорий. Потому что я слишком мало вижу, особенно мне не нравится, что я не знаю, очень-очень мало знаю города-государства. Реально. Мне надо больше городов-государств. Так. Рейну я апнул. Ну, я бы еще посадил, конечно, с Пекин, Шиньян. Без. В Краков? Не знаю. Не знаю. Давайте. Давайте. Пока. Амани. Шиньян. 13 жилья. Да. Шиньян. Чтоб больше жилья, больше довольства было. Так. Тут стоит. Тут тоже на еду переключим. В Диао-Дуни на еду. Тио-Ани на еду. Из Гданьска я потом Виктор, наверное. Хотя. Можно подождать. Так. Тут мы просто вырубаем. И. 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 Перебрасываем куда-нибудь сюда. В общем, у меня как бы тут дороги какие-то надо сделать. Конечно. Так. Как идук я решил тут ставить. Пока на рост. Так. Угольные шахты строю. Сейчас одно к перемещению. У меня настолько прокачанная армия. Так. Это пускай лечится. Потом тоже побежит исследовать. Ну. К Люблину тут отправляю армию. Я хочу только Люблин захватить. И я заключу мир. С Польшей. Интересно. А вот эта музыка чья? Я могу дополнить. Либо голландская. Либо из. Либо франц. Блин. Даже не знаю. Пока пропускаем их вот этим рабочим. Полностью прокачан. Но пока ни в какой город государства я не хочу его переправлять. Поэтому продолжаем тырить. Деньги. Я пытаюсь еще и кругосветку сделать. Тех двух коней я в другую сторону отправлю. Так. В Шиньяне верфи готовы. Теперь я строю кампус. Кампус вот здесь. А. Хотя. Подождите. Я хочу кампус. Если я хочу. Может тут для театралки. Театралка я могу здесь. А эта театралка например для Вроцлова. Да. Надо кампус тут ставить. Тут мы вырубаем рис во Вроцлав. И с Вроцлава кампус сюда ставится. А в Шиньяне кампус сюда. Да. Я знаю что он пока плюс два тут будет. Но в будущем он станет плюс три. Хотя тут типа тоже уже было бы плюс три. Но я хочу это место оставить для Вроцлавской театралочки. А. С Шиньяна театралку сюда поставлю. Блин. Банки я хотел поставить. Строиться. Мне надо два банка для ускорения. Экономики. Блин. Меня. Кого? Пингалу опять. Выперли. А. Пингал мне слишком хорош. Что за три? Это пускай. Воюй со мной. Господи. У меня тут как раз. Армия. Будет свободна. Я думаю тут за меня все мои союзники вступятся. Он вообще с кем-нибудь союзник. Так. Стихийные бедствия не помогаем. Войнный кризис против меня. Я вот сейчас боюсь что как раз. Русские. Франция. Там Голландия. Могут. Вступить. Давайте мы побольше. Вольем. Я все равно не буду дипломатией побеждать. Не прошло. Отлично. А вот если бы я не влил. То голосовали Вильгельмина. И двигатель Вильгельмина бы мне объявила войну. Нормально. Я конечно мог меньше влить. С другой стороны. Пошел уголь. Тут наверное можно обратно содержание юнитов поставить. Или даже на уголь можно. Хотя и на уголь больше. Чтобы шло. И элигархическое наследие наверное уберу. Так. Сюда. Поставим плюс два влияния. Соседство театральной площади. Соседство кампуса. Нет. Давайте я здесь все таки учетные банки. Вот так. 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 Здесь еще больше угля сейчас будет. Но мне надо много угля. О. Осталось совершенно чуть-чуть. У меня до героической эпохи. А ходов еще дофига. Отлично. Героической эпохи. Я буду пингал у меня. Убрали. Кто-то геликарнас и орсакхаз закончил. Вот и сюда лезет этот. Готов. Так. Здесь сделаем шахту. Кавалерия спешит к Люблину. Тарнуф. Ну как я искал. Ну такси город. Очень-очень такой странно выглядит. Люблин хороший. Давай будешь только я возьму Люблин. Может половина. Ну вот смотрите у меня. Только Варшава пожалуй отваливается. И то мне кажется я построю монумент. Тут просто жителей очень мало. В Варшаве. Чисто поэтому. Так. Поплыли Бразилию исследовать. Наверное можно этим тоже уже плыть. Полечусь где-нибудь там в пути. Куда мне потом всю эту армию девать. Промышленная зона разграблена. Так. Войнный лагерь починим. Промышленную зону будем чинить. Куда я поставил акведук. Ага сюда. Значит надо сюда идти вырубать лес. Их объединить в корпус. Хорошо что мне голландцы не объявили войну. Не хотелось бы терять моего этого разведчика. Как он выжил тут в засаде от варваров. Так. Строим торговца. И можно начинать уже. Исследовательские гранты. А подождите банк. Мне нужен банк сначала. Хотя я торговца куплю. В том городе откуда я могу. Самый. Крутой. Караван запустить. Из. Чиндук. Ну потому что она побережья я думаю. Хотя вот из Гданьска конечно меньше денег. Зато больше продавайте. Наверное из Гданьска я лучше отправлю. Здесь я куплю торговца. Так. А вот тут отменить его. Мне надо два банка построить. Торговца покупаем. И тут банк. Видите два банка для ускорения экономики. Так. Тут угольную. Потом археологический музей. Если он сбежал. Паводок предотвращен. Что-то я не вижу. Чтоб тут кри как-то сильно вы. О. Чё-то я всё вижу. У меня что второй уровень. Второй уровень. С персом. Военного союза. Точно. Да. Второй уровень. Только-только что-то перс не особо много исследовал сам по себе. То есть я. На втором уровне военного союза. Вы видите всё то же, что и видит ваш союзник. По военному союзу. То есть вот это вот всё, что исследовал перс. Прикиньте. То есть даже ни одного нового города государства я не вижу. Кстати, мне надо союз с этим заключить. Это же способность кри, что я всё увижу тогда. Давайте культурный союз с кри. Я увижу всё, что он видит. Еее. Ух ты. Холонг. Венгер. Мапучи. Корея. А вот и лидер по науке, видимо. Доказал, что будет Корея. И Чандрагубта. Похоже, я всех встретил. О, ещё и Алиенора. Английская. Нет. Нет, прежде. Английская, да. О! Вот это я понимаю. Сразу очки эпохи накопились. Я и забыл совсем об этой способности кри. Ну, этот город точно отпадёт по лояльности. Тарнух тоже должен постепенно. Я вот не буду добивать Польшу, потому что это повлияет на отношения всех остальных цивилизаций. О, тут Испания, на удивление, сильно разрослась. Вон, город у Мапучи даже отжало. У Скифии. И Венгрия, походу, у Скифии. Так, бухту Холонг. Озеро Крейтер. Улуру. Шоколадные холмы. Какие города-государства. Вот я встретил... Ух ты, Поленки, Вавилон, Хатус. Отлично. Следующим ходом побегут послы в синие ГГшки. Так как надо проверить, что их никто не захватывает пока. То, знаете, отправлю послов. Ну, Хатуса под влиянием Испании ее точно разохватывать не будет. Хочется верить. Поленки под влиянием Алейноры Аквитанской. Ну, тут не факт, кстати. О, как сразу карта видна стала. Кстати, забыл поторговать вином, но, по-моему, у меня ртути нету. А где Нубия вообще? Посмотрите, как она тут... А, ну и Корея. Где Корея? Те, где Корея. 186 науки. Да, но тут она явно лидер. Ну, как всегда. Корея на долгую дистанцию явный лидер. Сейчас еще посмотреть бы, воюет ли с ней кто-нибудь. В соседях у нее Мапучия. Франция. Англия. И Нубия, видимо. Так, зоопарк, эрмитаж, аквариум, аквапаут археолога можно. Так. Тут мы опять ставим первый посол. Остальное пока оставляем. Так, экономику тоже пока откладываем. Начинаем канализацию открывать. И отправляем первых послов в синие ГГшки. Так, есть. И еще. Два, три. Так. Плюс к науке. Могу ли я стать чем-нибудь сегодня? Могу поленке стать. И хатусы. Что дает хатуса? Движение стратегического ресурса. Нафиг надо. Поленке. Город растет на 15%. Быстрее слезть в кампус. Вот это, кстати, можно. Великого художника. Вавилон. Торговый путь. Хатуса. Полевую пушку. Понимаешь, есть полевые пушки? Что за... Так. Хорошо. 214 науки уже, да? Корея 108. Ну, Корея должна быть лидером, конечно. Тут нет. Смотрите. Она даже по этой... Так-то, конечно, по технологии. По технологиям лидер. Ну, 47-40 это играемо еще. Хорошо. А по культурной... Ну, тут, конечно, Петр просто рвет. Ну, я, кстати, от остальных-то не так еще... Недалеко, да? Надо бы радио, наверное, открыть. Так. Так. тут равнина а тут я вот не знаю как здесь может пушка из этого лагеря стрелять в сторону улюблена пойдем пока в лагерь так из гданьска значит я хотел в александрея он может стрелять зашибись что-то дороги нет конечно не неудобно так и нам надо опоздители я уже сделал два корпуса до мобилизацию ускорено так надо будет покупать археологов но правда пока денег на них нету так ну тут мне уже и плыть некуда собственно я бы пока не хотел уже делать кругосветку потому что это очки эпохи а мне очков эпохи на в данной эпохе достаточно для выхода в героический век не знаю давайте куда нибудь всего гор да тут у мали например за куда эту коняшку давайте домой вернем чё тут плавать эти польские галеры такие кстати а в пекине то кампус вот здесь на плюс 3 имеется так что вполне можно будет вот здесь кампус поставить неплохой связи с рифом даже схожу тут вырублю на будущее так начинаем тырить баблишко шпионов метри из трех так и в общем то я могу уже подумать куда мне отправить кумаси хорошее ваши торговые пути к любому парток городу государства не хочу с городами государствами хорошо вавилон не союзит пётр еще петр союзил вавилон там вообще трындец был бы я думаю но можно вавилон попытаться там скандалы устраивать вот четыре классно ставим это хочется уже чтоб героическая эпоха быстрее началась да и пошла православие ну католицизм проиграл просто войну просто проиграл войну и сейчас и польше не в состоянии разносить веру поэтому православие побеждает и в нем по моему ничего хорошего нету для меня хотя плюс 5 в пределах дружественных городов и дом собраний по моему для меня получше чем синагога начал вот чувак чувака встретил прошлым ходом почему он меня осуждает вы предъявляли претензии другим игрокам понятно откуда ты это знаешь и сразу вот наплели так вот знаешь не хочу с тобой меняться но может ты что-то хочешь за этот труд может ты хочешь селитры например 30 штук и 6 золота вход ты знаешь я соглашусь приятно с тобой иметь дело рассуждение 1 декаде тип левия ну знаменитый корейский труд может и тебе 30 селитры надо тоже нормально все по-моему я больше да все три господи когда этот стык угомониться микита предъявы киа нет еще два этих могу кто не боится объявить миру о своей дружбе о с венгром можно дружить венгром вообще как у нас по развитию это не выглядит сильным а империя вполне такая широкая экономика продвинулась так открываем экономику дальше два пригорода надо будет построить тут радио хотят для исследовал блин радио далеко не химия нужнее а не венгар ты ни с кем не дружишь дружба с тобой будет означать что меня все будут не любить поэтому пожалуй я паспору ручка слушайте тут ручка будет в тему ночи надо сделать строителя чтобы тут камешек убрать настя тралкой подумай пока надо рурку тут бахнуть все они я ручку могу сделать нет да я не могу тут она хуже будет тут все-таки 50 производства тут 80 почувствуете разницу как говорится ручка 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 Так, надо вот эти леса, в лесах лесопилку, ладно зайдём В Брюссель полечимся Вовремя я пришёл, как раз время акведук здесь строить Так, парень, что ты сюда припёрся, все тут не рады То есть, а куда дальше эти стрельцы и пикинёры апаются? В ПТ команду, ясно Не хочу я тут дамбу рядом Конечно, везёт, что-то ещё ничего не разливается Так, купим археолога Археолога Ну что, пока только один археологический музей, да один Так, купим Синих города-государства на карте Так Почему я везде строю угольные электростанции? Не важно, сколько у меня угля, я понимаю, что для обеспечения электричеством достаточно и одной на самом деле Но Угольная электростанция даёт 6 производства, а также бонус производства равный бонусу производства соседства района То есть Ну это очень много производства сверху будет Например, угольная построена уже у меня в Сиане, да? А вот смотрите В Сиане угольная электростанция даёт плюс 12 производства То есть То есть 6 сама по себе и 6 от бонуса соседства Понимаете, насколько это... А сам город даёт 85 То есть просто угольная электростанция Вот минус 12 это 73 То есть 12 это практически одну шестую ещё добавляет производства на ровном месте Леонора Аквитанской с Медичи И Кир Он, наверное, в союзе был с Леонорой Аквитанской Видимо, тут они в соседях С другой стороны, конечно, развитие Немного несопоставимо Что-то разрушено у меня это О, начались в Корее Претензии Не, ну Корея... Корея... В каждой игре, где есть Корея, она всегда... Ну... Если ты мне ещё... Нет, она не может отдать Нет, тогда отклоняю Видите, она не может меня отдать, Люблин Потому что, видимо, она столицей стала нынешней, да Именно поэтому А что у нас по религиозным? 45 православия 74 католицизм Нифига себе! Да я тут реально... Как бы... Ваш народ достоин восхищения Искусство Наука Чего ещё желать? О, может, всё-таки мы Улучшим отношения с Россией Так... Возвращаем учётные банки Или... Подождите... Давайте мы, наверное... Так... Сделаем... Плюс два влияния и сюда учётные банки Я не думаю, что там это много давало Науки и культуры Значит... 256... 123... Да... По 10 культуры науки вход Это я могу... Вытерпеть... Условить... По 10 культуры науки Но... По 10 культуры... влюблене уже 70 сила хотя в кракове 74 что ли было когда мы атаковали утомительные те пикинеры везде так пригороды нужны чего все они плюс 3 плюс 3 ну маловато конечно плюс 3 но сюда ставить так теперь в диалду не тут наверно хороший пригород всего 5 мне нужен какой-то на плюс 5 каком-то из городов это престижный пригород он увеличивает блин тут плюс 3 тут плюс 5 но я не хочу убирать это тут плюс 5 но там и надо не знаю кстати в кракове наверно может быть на плюс 5 мне тут я не хочу слишком много еды да блин пригороды надо везде поставить ладно ставлю тут за одно соседство производственной площади будет дополнительная так а этого я управляюсь сюда чтобы тут освободить место для рурки хоть одно чудо я надеюсь смогу поставить блин куда я идуешь не хотел кругосветку делать блин русская долина и чтобы сначала посмотреть что она уже построена так пингалу возвращаем в столицу ну чё там не ускорилась новая эпоха нет 17 ходов еще такой же уже в героический век да 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 восхищен стойкостью это совсем что мы в темном веке восхищен тем что мы темный век нормально переживаем эрмитаж петр великий построил венгрия не хватает чтобы рану держать но это похоже и не ее был город пехотинцы продуктовый рынок пехотинцы это у нас мушкетеры но мне для них нужно нефти нефти у меня нету это же не открывал спасибо 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 Так, ещё два посла. Создать полевую пушку, проложить торговый путь. Рейнджер, священное место, писатель. Ну вот, кстати, полевую пушку, наверное, стоит создать, чтобы шесть послов в Катусе иметь. Сколько она строится? Два хода. Отлично. Пока нарезные стволы открою. Можно возвращать обратно каменоломню. Не понадобилось. К сожалению, Рурку построили раньше нас. Странно. Почему вот у меня сюда не доходит этот юнит? Нарисовано, что я прохожу. Ещё одно очко действия. Тут дороги нормальные. Нормальные. Почему? Почему? Фильм. Деньги. Давайте построю археолога здесь. Так. Шиньян. В следующем ходу он просто будет ускорено. Что будет ускорено? Пригороды. И мы в химию пойдём. У нас, кстати, через 25 ходов. Но у меня не так много городов на побережье. И, по-моему, даже на побережье не так много мест, где будет затоплено что-либо. Тут ещё и карта такая. Выполнили задание маската. А интересно, Корея вообще хоть с кем-нибудь воюет в данный момент? Так, надо валить отсюда. Нет, не воюйте. Слишком со всеми хорошие отношения. О, 10 ходов до конца промышленной эры. Мои войска просто идут мимо, конечно. Так, а что у нас закончилось союз? Никто не критичит рейфлятора, пока... Вот сколько всё произошло. Так, канализацию открыли. Пошли в химию и в лабы. Опять Варшава начинает отваливаться. Да что ж такое? Надо сюда Виктора, видимо, сажать. Ну, это всё тёмный век. Всё тёмный век. Блин, надо было сначала обстрелять... Я ему... А, с этим я остался. Это способность два раза стрелять. Отлично. Отличненько. Так, осада. Давай. Золотую. Спасибо. Люблин в осаде. Мне кажется, что следующим ходом мы вполне его можем взять. Уже. Он послабее выглядит, чем Краков. Так, давайте сразу продуктовый магазин. Чтоб город быстрее рос. А то можно арену. А может тут всё-таки театральную площадь поставить? Видите, плюс один будет. Ладно, давайте возвращать. Убирать всё-таки камень отсюда. Что, я не могу вот эту клетку себе взять? Ну, тайюаню имею ввиду. Хм. 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 У меня, видимо, с кем-то торговля закончилась как-то. Несчастья нет? Нет. Два винограда есть. Нет. Два винограда есть. Вот эти минус претензии тут. Это слишком много претензий, видимо, от Польши. Ну, поэтому несчастье. Ладно. Эм. Эм. Виноград на трюфеля. Это дорого. Это дорого. Ээто дорого. гентарь более с венгром руками как так хорошо относятся отлично время за торговлю еще и платят так и 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 так вероятность побега поднимем О, тут дамбу можно построить Простите, почему устроится дамба, не пойму, вот на этом месте А, две клетки Давайте я тут дамбу поставлю Я знаю, что 18 ходов написано Тем не менее Так, союз с Персом, Смоли и с Александром истек Первый меня волнует, в первую очередь Ой, нет, Венгер Мне кажется, что похожие Венгеры и Александр Но волнует, в первую очередь, меня Александр Македонский Экономический Отлично Дальше Перс меня волнует И союз, наверное, военный Ну и Мали Пускай будет научный Отлично Так, вокруг от друзей, так называемых, я себя обезопасил А от врагов, которые были мне врагами Я себя обезопасил, захватив их Осталось выйти в героический век Блин, показалось ли, немножко подросли здесь Только что, вот здесь Это какой-то, мне кажется Немножко, вы видели, зеленая, как бы, немножко двигается, да? Какой-то глюк отображения Так, именно, надо еще канонизации будет построить, чтобы ускорить демократию 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 Еей Да, вот, кстати С Любленным Проблема будет в удержании Потому что тут Города Перса Очень сильно на него влиять будут Так, я думаю Можно Виктора сюда пересаживать Его лишь минус пять Так Давайте, наверное, с Польшей заключать мир Гданьск Краков Люблен, ты меня отдаешь? Ну, не знаю Все свои деньги Все выйти Ну, это такое А, не согласна? Прям вот дипломатические очки нам очень нужны Ну, ладно Ну, что Я не буду Вот Все ее города Тарнуф Родом И легница Абсолютно бесполезные Тарнуф Вообще Мрак какой-то У радома Клеток почти для обработки нет Легница Скорее будет отваливаться Постоянно Ну, в общем, вот так На этой радостной ноте Окончания Уничтожения Польши Я думаю Я эту серию Закончу Дальше Нас ждет Развитие Единственный Пожалуй Кто Может захотеть На меня напасть Это Россия Будем надеяться Что они захочут Вот Общее такое положение В лидерах Тут, конечно Корея Но Очень неплохо Идут еще Нубия Голландия Вообще Отличная Я бы даже сказал Франция Их отношения Не вижу Ну Так себе Хорошо Предположим Если Давайте Посольство Наверное Да Не согласится Могу ли я Ей предложить Совместную войну Сандок Она готова Так А Кто У сандок В союзниках Вообще Никого Да Надо соглашаться Пускай Мониторы Идет Войной На сандок Отлично Я там В этой битве Вообще Не буду Принимать Участие Где Мониторы То есть Я Корею Конечно Больше Боюсь Чем Нубию Блин Почему Монте Сума То Они даже готовы Заплатить За эту войну Отлично Так Давайте попробуем Кого-нибудь еще Из соседей Кореи на это Подговорить Например Мапучи Нет Мапучи Я не могу Потому что У меня с ним Плохие отношения И не могу Подговорить Францию Тоже Да Хорошо Вот эту Англию Она от Кореи Недалеко Давайте Ее попробуем Подговорить О нет Это Это слишком Много Ладно Вот на этом Я серию Закончу Действительно На том Как вы Подговорили Нубию Напасть На Корею Хитрые Китайцы Продолжение Завтра Для спонсоров Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Играйте в умные Игры Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Играйте И Всем Пока